На Росфумчорском руднике состоялся конкурс профессионального мастерства. Первый в современной истории этого структурного подразделения Кировского филиала акционерного общества «Апатит». Каждый из двух этапов потребовал от участников умения виртуозно управлять техникой. Как они справились с заданиями, узнаем из следующего сюжета. За победу в конкурсе борются 8 машинистов погрузочно-доставочных машин 4-х рудничных участков. Мастерства им не занимать. Стаж работы по профессии от 5 до 29 лет. За прохождением каждого этапа конкурса следят линейные судьи. Учитывают допущенные ошибки, оценивают время и частоту выполнения заданий. Упражнения действительно такие сложные. Та же змейка, казалось бы, она просто управляет техникой. Там очень много слепых зон и нужно чувствовать очень хорошо машину. Полигоном для демонстрации профессиональных навыков стала площадка возле административного здания и столовой рудника. Участники ювелирно маневрировали между конусами и парковались в крошечном импровизированном гараже. Ловко собирали и разбирали пирамиду из шести огромных бетонных блоков. Быстрее всех с заданиями справился Максим Киршин, машинист ПДМ 2-го добычного участка. На оба этапа ему потребовалось всего 5,5 минут. Я просто написал заявку, повезет, повезет. Нет, нет. Сверху все приначертано. Мы делаем свое дело просто и все. Пирамиду нет, но вентилятор на вот этот же кубик поставить, да. То есть нужно. Пирамиду строить мы не строим, как бы, а вентилятор на тот же вот кубик, на один на этот поставить, да, конечно, нужно уметь. Конкурсы профмастерства на Росвумчорском руднике продолжатся. Совсем скоро за звание лучшего из лучших поборются машинисты буровой установки и машинисты подземных самоходных машин.